Русская хохлатая курица появилась с помощью естественной селекции. Это имеющая крепкий иммунитет и выносливая домашняя птица, пользующаяся популярностью у профессиональных птицеводов и любителей. Появилась хохлатая благодаря искусственному отбору в 19 веке. Целью народной селекции была высокая выносливость и необычный вид. В результате порода русская хохлатая способна выживать в сибирские морозы. Средняя курица мясо-яичного направления отличается изяществом и густым оперением. Универсальную породу разводят ради мяса и яиц. Петух весит 3,5 килограмма, курица 2,200. В год она дает 160 белых или кремовых яиц весом 56 граммов. Несутся куры с 5-6 месяцев, но с возрастом яйценоскость уменьшается. Инстинкт насиживания хороший, выживаемость молодняка 91%. Среди преимуществ породы выносливость и устойчивость к суровым условиям, привлекательная внешность, разнообразие окрасов, ценное мясо, высокая продуктивность, спокойствие и простота содержания. В России порода популярна у коллекционеров и в домашнем хозяйстве. Непихотливые куры быстро привыкают к условиям, могут находиться на выгуле зимой. В курятнике им необходимы гнезда и насесты, дополнительное освещение и вентиляция, качественная подстилка. Летом кур держат в вольере на подножном корме. Они любят зелень, овощи, зерновые, кукурузу, отруби, не отказываются от кормовых смесей. В рацион включают мел, ракушечник и скорлупу. В свободном доступе должна быть чистая вода. Для пищеварения нужны мелкий гравий и песок. Чтобы курица лучше видела, ей подстригают хохолок. Несложно будет на приусадебном участке увеличить поголовье кур, поскольку оплоту породы высокий. Суточных цыплят кормят тертым яйцом и дробленным зерном. Затем вводят отруби, зелень и овощи. Русская хохлатая является отличным вариантом для начинающих, а прекрасная внешность кур гармонично впишется в образ усадьбы. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.